Всем привет народ! Всех с наступающим и всех с выходом нового патча, который многие ждали. Наверное только вот ради этих двух машин. Су-27 и Т-90М. И вот о Т-90М сегодня и поговорим. Хотя, честно говоря, я не знаю о чем тут можно толком рассказать. Каких-то глобальных отличий в сравнении с Т-90А тут немного. Основное это замена движка на чуть более мощный 1130 сильный. Но выигрыш в удельной мощности на тонну тут получился небольшой. Так как масса танка возросла с установкой новой динамической защиты Relict. Которая чуть лучше перекрывает лобовую часть ВЛД и башни. На бортах мы также наблюдаем эту дополнительную защиту. Аналогично той, что стоит на Т-72Б3 и Т-80БВМ. Так что тут ничего нового. Еще одним изменением является то, что у этого 90-ка пропала боеукладка из топливного бака. Которая частенько любила подрывать ваши поконы и не только. Теперь эту часть боеукладки переместили в заднюю часть башни. Которая находится во внешнем коробе и никак не связана напрямую с боевым отделением танка. Но самые главные изменения кроются не в ДЗ или движке, а во внутренней компоновке танка. В этом патче на некоторые топовые УБТ завезли доп. защиту внутри танка в виде противоосколочного подбоя. Который защищает от осколков экипаж танка. И Т-90М стал первым прорывным танком с подобной защитой в советской ветке прокачки. Которая прикрывает экипаж как с бортов, так и с фронтовой части башни. И вот как играется новый Т-90М в рандоме с этими изменениями. Давайте посмотрим. Гребаные поля Нормандии. Не знаю что тут можно на Т-90 показать. Учитывая что у нас просто дырявая маска. Туда будет залетать все что угодно. Ну кстати вот уязвимые зоны здесь по сравнению с Т-90А. Они как бы не сильно изменились. То есть плюс-минус те же самые. Нолд, декольте и маска с погоном башни. Они стали чуть-чуть меньше, но незначительнее. Уничтожен. Ну еще бы. Так я по моему там двоих видел. Где второй-то? Опа-опа. Умри. Умри. Ой, чуть-чуть в купюроприемник не попал. Чуть-чуть. О, а теперь попал. Господи боже мой. Выехала, блин, ископаемая. Ну реально вот эти у челленджер это прям какой-то ископаемый, не знаю. Ну мы что-то даже танк канули. Ну, как бы куда нам попал? О, она не попала. Непонятно, куда нам попали, но куда-то попали. Так, ладно, что, давайте попробуем вперед проехать. Так, ну, главное какого-нибудь вот обездунания поймать слева. И, возможно, даже будет какой-то приемлемый результат. О, припыль, лови. О, сбил. А я хорош, а я хорош. Так, вот этот вот пуск. Ни той ракеты, ни той вторая меня очень напрягает. А еще вот там вот вдалеке какая-то зараза есть. Блин, а вот этот вот самолет мне очень нравится, который там вот на нулю упал. А вон он, кстати, пролетел только что. А ну-ка, давайте попробуем фугасом бахнуть. Ой-ой-ой. Да, на 72-ке, ой, на 72-ке игре на 90-ке так вылазить опасно. К этому надо привыкать. Вот покатаешься на Т-80, привыкнешь к тому, что у него хоть какой-никакой на задних ход есть. А тут его как-то нет. Выкатываешься, плюху получаешь и отезжаешь в ангар. Ну, или не всегда и не сразу. Ну, по первым ощущениям, впечатлениям, танк удар держит. Ну, получше, получше. Здравствуйте. Так, а что там, желающих больше никуда. Можно чуть-чуть поддавить, наверное, попробовать. Давайте попробуем там, кстати, что-то едет. О, ляпард. Там он, зенитка ката. Далее попробуем сейчас ее фугасом бахнуть. Вот. Не умирают. Угас. Эх, все-таки до Гризли, да? Ну, ладно, у меня есть еще одна попытка. Не, ну, он живет. Пока что живет. Пуу, пуу. Куда залетел, ну, понятно. Так, что попробуем тут немножко по снайперить. А что, вражеские танки выйдут? Поставайте. Что у нас по теплаку? Ну, теплак здесь хороший. Ну, кстати, у командира теперь тоже теплок есть, раньше его вроде как не было, ага, где-то слева, да, рулят. Бам, это он или не он? А, это труп уже понял. Блин, вот в теплок, а ты далеко не сразу поймешь, труп это или нет. То есть вот я поэтому как-то стараюсь без теплоков кататься, потому что частенько бывают ситуации, когда он тебя, ну, скажем так, может подвести. Так вот, надо немножечко сдать назад, потому что там где-то вот ображка катается. И он может мне выстегнуть какой-нибудь жизненно важный модуль, но он что-то не особо-то и пытается высунуться, да. Ну, вот он и геймплей во всей своей красе на топах. Он знает, что я тут, и я знаю, что он там. Ну, пацаны, выигрывает тот, у кого... ...лучшая усидчивость. Так, он где-то вот затенкал, по-моему, да? О-ка. Да ну господи, ты выйти уже из этой... Друг ли ты, блин. Народном мистер, блин, застрял. Танк ты или... В углу наложено. Так, иди сюда. Сейчас я буду тебя стукать. Возможно, это будет тебе больно. Ну, тебе и... ...одного подкалибера хватило. Ну и замечательно. Ну, в целом, не так уж и плохо. Я, честно говоря, ожидал худшего, что он будет так же... ...хорошо отлетать от первой же плюхи. А, тут танк все это время был. Я даже не заметил. Так, лёдко нажишь, да? Значит, нужно не бояться. Ну, они всё, они уже, по всей видимости, кулачкам не успеют. Мы побеждаем. Хотя техники у них так-то... ...ну, побольше. ...перекрыл его. Упал. 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 Ну, навык попадания в казёнках на топ. Это один из самых, наверное, главных навыков, которые нужно... ...прокачивать в первую очередь. Упал. Ощущий панк. До свидули. Приступим не успеем обрашку поступнуть. А он, не вези. Ну альфа и мега. Не а, ну в целом... ...не такой уж и плохой этот девяносих. Играть на нём действительно можно. Так, ну что, это довольно неплохая карта для современной техники, так что это мы одобряем, это мы одобряем и это мы естественно будем пытаться как-нибудь вывозить. Но вот в отличие от 80-ки, 90-к это не та машина, на которую нужно вести сломя голову. Ну, во-первых, мы медленнее, довольно значительно медленнее 80-ки, все-таки движок-то помощнее и удельная мощность тоже получше. Ну, и во-вторых, то что скорость заднего хода нам не позволяет вот так вот в наглую врываться вперед или в какую-нибудь там, не знаю, танковую свалку, назовем это так, кучу вмесива. И лучше, конечно же, стараться как-нибудь играть от дефа, ну то есть чисто позициональный геймплей. Ну, конечно, мощности, да, не хватает, то есть вот... Не так вот быстро. 90-к. Как хотелось бы. Блин, за дымами там ничего не видно, блин. О, рикошет от ВЛД. База, база. Уметь надо. Ну вот еще один товарищ приехал. Выехал, напросял, получил люлей. Так делать здесь не надо. А у нас на правом фланге никого нету. Понятно. Значит, нам тут особо и не светит ничего, да? Ну, хоть кого-то мы приложили икс-эмка. Что ты тут делаешь? Здравствуйте, лёпа. Так, давайте попробуем, ну, с этой стороны что-нибудь посмотреть, пострелять. Ну, если увидим, конечно. Это не факт, что удастся что-то там подстрелить. Ну, да, он где-то там за скалами кричит, не видно. Так, а давайте-ка попробуем нырнуть вниз. У нас вроде как по правой стороне наши катаются. Возможно, у меня получится поджаться куда-нибудь сюда. И ловить прострелы уже отсюда. Хотя это, конечно же, не точно. Этого товарища я до сих пор тут слышу. Волюм, 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 волюм. Эх, не свалил, не свалил. Ну. На что я надеялся, собственно. Так, ну, давайте попробуем, наверное, занять предыдущую позицию. Попытаемся засейвить точку. Чтоб мне никто не подъехал. А мы уже не уступаем, да? Уже какой-то залетел. Давай. Продукт. Продукты. А, ну, ладно. так надо его взад обходить у него взад пушка не опускается держи подачу месиво какую-то где ну то что я тут выжил это конечно не да вот это заслуга бвмки в бвмки 90 к или все же моя заслуга из заслуга рандома но тем не менее момент очень классный и вот такие моменты бывают на топах у меня очень редко когда такая каша мясо для ту подобную странно короче тут никто не едет по крайней мере не вижу вроде бы какой-то тарахтение слышу блин вот зачем и не давил лишь получается надо будет подтягиваться так поймали там еще что-то есть так что тут у нас это поддыхаем так все сваливаем отсюда потому что я тут один с какой-то черт себе точку берет я не вижу блин живем живем очень хорошо живем так я слышу гортушку но мне главную точку займись все точку занял гортушку убили все стоим сливимся ну получается что я тут бой затащил да не 90 мне прям этот нравится хорош до свидули ну и это получается наверное последний фраг в этом бою хороший бы результативный мне нравится и танк мне нравится все что теперь нам с картой немножко не повезло карта слишком большая слишком скажем так открытую и не факт что у нас тут получится кто-то настрелять что у нас могут подстрелить откуда угодно потому что на такой карте довольно сложно предугадать откуда выйдет противник и с какой стороны он тебя может ну может у тебя подойдет абсолютно с любой стороны кстати я тут почитал более подробно почту оказывается леопардом вторым тоже добавили противоосколочный подбой и они тоже теперь в борт не так хорошо шутаются ломами ну то есть они как они туда пробиваются но вот осколков теперь генерируется ну меньше и теперь редко получается в борт заваншотить леопард второй и по-моему еще челленджером вторым каким-то там тоже противосточный подбой добавили да и я тут что-то как-то никого ну понятно не полный бой а карта просто гигантская соответственно ты ничего и распишись господи союзник меня просто спасают на этот вообще не попадают да а там ничего такую гусеницу сломали поблагодарим союзников за то что он прикрыл мою жопу но я на самом деле садил на себя противника и вот что благодаря мне он взял или мне сделали потому что ролик отсюзников то двое был так и чё ты встал ну да б получат с каким-то скучным интересно ну карта большая противников мало как бы больше будем сейчас заниматься поисками друг друга ну куда ты лезешь он же нас смотрит ну ну чё будешь давай я танкую ну и правильно ну чё у меня горит так вот там мы кого-то слышим да что думаешь только ты один можешь так вот стрелять я тоже так умею а держи минус на очки минус командир а минус хобот ну и все теперь ты мой целиком и полностью да дружок ты умер это сразу точку выберу да частным спросом что это за хулиган такой давай зажимаем его с двух сторон а ли ты ему уже где-то крыты нанесу что-то он какой-то долгий он не перезарядки но я у него походу и фракса стиле не ну горем пополам чё-то настреляли чё-то даже переживаем самое главное что нам попали в топливный бак справа и он не взорвался он не взорвался а все почему потому что там бы и укладки нет теперь далеко не всегда мы можем ловить ваншот когда нам попадут вот в эту самую часть танка в этот топливный бак что ну не может не радовать учитывая что как любят взрываться все эти 72-ки и 80-ки когда им попадаешь вот в этот каточек смерти так называемый что не может не радует конечно же да растут чуть тут стоишь я даже не сразу собрала поначалу подумал что в теплак это труд стоит но потом смотрю чё-то никаких дымов подозрительных а вон он на чё оказывается живой стоит живой стоит ну там вроде бы наши у них вроде бы ещё где-то кто-то есть ох ты же господи боже мой и вот откуда это чудо мне запулило я щас доблю тверисую нет живём живём но мне кажется и мы не долго так проживём а может и долго дофигит меня убить не могут бух я даже не представляю что это меня не могло пробить даже не то чтобы пробить а убить может это что-то просто несерьёзное что это ну из его одежда по ходу работа причем очень хорошо работа это кром прям все отодрали все что можно половину на глистичной полке спереди отодрали блин ну дать сдать приятно приятно прям ну чувствуется что девяностик этот живёт прям ну редко ловишь ваншоты упс а вот и собственно ваншот и откуда мне это залетело а ну понятно срез позалетело худший счёт что ж думаю можно подвести итог как ни странно но девяностик мне зашёл да в целом геймплей на нём не изменился и он прям копирует его с 72 но вот в живучесть его приятно удивило и заслуга ли это новой фишки с подбоем или же просто повезло с рандомом но так или иначе ситуации в которых меня убивали с одного выстрела были довольно редки это конечно не отменяет моментов когда у вас могут ваншотать с одной плюхи в бк но если не борзеть то Т90М может неплохо так пожить что не может не порадовать его владельцев если раньше я не особо долюбливал Т90А несмотря на все его достоинства то вот Т90М это реально прорыв советской ветки прокачки в общем машина годная мне понравилась а если вам понравился обзор то поддержите его пальцем вверх и подпиской на канал всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока